на всякий случай может кому-то будет интересно и нужно или не нужно по разборке вот с капота попона на mitsubishi outlander xl какого года 11 года вот такая тут попона у нас стоит вот вот так капот выглядит для того чтобы его снять не у нас тут немножко надо эти вот умятинки поковырять на нем вот такие вот стоят здесь сейчас выйду на свет южики такие вот я надеюсь видно было вот такой южик то есть они по идее многоразовые такие клетки снимаются но тут не только это чтобы снять капот опять же я вот делаю такие штуки пишу разрывчик дело и потом совмещать надо если 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 вот такой вопрос если вот это не самоцентрующиеся болты вот которые надо выставлять зазоры тогда вот это вот все актуально а бывает на машинках самоцентрующиеся там как вы не прикрутите так и будет правильно вот но здесь болтов у нас нет здесь у нас гайочки поэтому вот я не зря наклеил раз второе чтобы вот снять капот надо снять омыватели вот я их сразу вынимаю чтобы потом не морочиться ну тут это все просто отсюда слегка сейчас феном подогрел его так они выщелкиваются наружу вот берешь сдавливаешь их сбоку вот так вот так сдавил вот и все он вышел здесь же у нас вот тройничок стоит здесь еще один тройничок и здесь еще тройничок для чего они столько сделали честно говоря мне непонятно вот ну что мы снимем вот здесь а вот эту всю фурнитуру снимем отдельно то есть как она тут лежит так и будет вот и все ну собственно и все можно будет снимать капот вот вот такая вот разборочка у нас и опять же с обоих сторон вот я вот такие приклеил с зазорчиками как бы маячки вот и все по разборке и по демонтажу все тут делается достаточно просто вот и